Добрый день, дорогие друзья! Вернее, вечер. Посмотрите, какая красивая композиция за моей спиной. Это ипомеи. Ну что, привет! Ипомеи, колиусы, там, сейчас покажу, кто не видел, плектрантусы. Ой, сегодня у нас уже 30 августа. К сожалению, лето потихонечку подходит к концу. И в тех регионах, где холодно, сегодня мне та подписчица написала, что у них уже будут холодные ночи. И с таким сожалению, что все, лето закончилось. Обязательно, если вы хотите сохранить, надо черенковать. Черенковать пока еще теплые ночи и теплые дни. У нас еще и средняя полоса Пенза, Пенинская область. Можно попозже, где-то в середине августа этим заняться. Но я сегодня буду ставить черенок. Буду ставить черенок и заодно вам покажу, может, кому-то и пригодится, как черенковать. Расскажу так и вкратце, как сохранять. А потом зимой обязательно буду снимать видео, показывать, как они сохраняются. Но без ипомей я не представляю вообще свой сад. Да, этот год не показатель. Очень холодный у нас была весна. Я считаю, задержалась на целый месяц. Задержалась на целый месяц. Поэтому они не такие большие, как должны быть уже в это время. Но, тем не менее, они все равно, смотрите, красивые. И вот начали уже нарастать. Эх, побольше бы лета, да, еще хотя бы пару-троечку месяцев. Представляете, какая здесь будет красивая эта позиция. Я рассчитывала, что это все успеет спуститься. Но еще август, еще посмотрим. Подкормлю, мочевинка я подкармливаю. Ну, чуть-чуть, еще наполовину, я думаю, успеет спуститься. Вот. А сейчас я буду на заказ ставить черенок. Белочка, ну ты что, без меня не можешь? Буду ставить черенок. О чем я вам... Что я вам и покажу? Ой, господи, ну, никакого покоя. Никакого покоя. Красивая, красивая, лысая девочка. Колиусы, Ипомеи, Плектрантусы. Это та культура, которая боится холодов. Поэтому надо успеть взять до холодов. Нет, они, конечно, не замерзнут, но они будут болеть. Тащатся мучнистая роса. И будет тяжело укореняться, и может быть большой выпад. И потом будут болеть. Поэтому лучше это сделать сейчас, когда еще тепло. Вот откуда травка? Давай кинем. Что Колиусы, что Ипомеи, что Плектрантусы могут расти в разных емкостях, так же и в грунте. Кстати, вот я принесла вторую свою композицию. И она у меня, видите, дополнилась. Вот такая вот она у меня, именно из Плектрантусов. Смотрите, какие они красивые. Долго они сидели тоже. То солнышком их жарило, то морозом стукнуло. Но ничего, все отошли, все наросли. И Плектрантусы лидируют по сравнению с Колиусами. И я обратила внимание, там, где есть Плектрантусы, у него такой, знаете, запах. Еще его называют в народе мухогон. Где есть Плектрантусы, нет вредителей. А где нет Плектрантусов, там вредители, такие, как слизни, например. Такие, как мушка. Сейчас вот покажу, как покушает мушка. Не знаю, как эта мушка называется. Вот такие вот дырочки. Здесь вот нет Плектрантуса. Жрет мушка. У меня в другом месте Ипомеи сидят. Ну, они прям на земле, на полу стоят. Их прям хорошо мушка поела. Ну, конечно, это ничего страшного, но некрасиво просто. А так нарастет, все обрастет. Фу! Как всегда, выхожу снимать, начинается у них бойня. Смотрите, как красиво. Такой вот лист. И такой вот лист. Вроде смотришь, кажется, одинаково. Нет, они не одинаковые, по-разному растут. Посмотрите, Ипомеи у меня сидит, по-моему, это пятилитровая ведерко. Горшочек вот в пятилитровом. Выглядит она вот так. Но ту показывать не буду. Она не показатель, потому что ее сломали собачки. Вот этот сорт тоже в пятилитровом. Вот так вот начался не спадать. Вот, видите, слизни покушали. То есть здесь у меня контейнеры на 30 литров. Три ведра, по-моему, да, я ложила. Выглядит вот так. Особенно вот этот вот. Смотрите, какой он мощный и красивый. Он уже до земли достает. Ну, все они мощные и красивые. Все в грунте. Ипомея вообще разрастается просто огромная. Если вам надо много черенков брать, то лучше сажайте в грунте. Ну, в этом году и в грунте не успела она так сильно нарасти. Я сравнил с прошлым годом. Но опять, этот год не показатель. Посмотрите, как она плетется. Куда-то туда пошла. Ну, ладно, пошла и пошла. Видите, красиво? Красиво. Также и плектрантусы могут сидеть. Вот у меня в полтора литровом сидят. Тоже пушистые, хорошие. Сейчас покажу. Также в 30 литровом. Вот здесь вот у меня плектрантус 1, 2 колеуса. Это в 20 литровом ведре. И посмотрите, вот так вот сидит плектрантус. Если я не ошибаюсь, тоже литров 10, наверное, вот эту кашпо. Точно не скажу. Я недавно только вам показывала его. Он был поменьше, но у нас шли дожди. И смотрите, как на дождях хорошо они выросли. Маточники домой я заносить не буду, так как они огромные. Скажу про плектрантус. Было дело, я заносила его маточник в теплицу. И у него все листочки облетели. Был похож, как будто бы он погиб. Но когда пришла весна, я его бросила туда, в дальний угол. Пришла весна, и с каждой пазухи начали просыпаться листочки. Так что он зимует, он, скорее всего, вот листопадный. У него такой период покоя. Но я все-таки предпочитаю брать черенок. Черенок лучше сохраняется. Черенок, если видишь, что это не так, можно его переукоренить. И, в принципе, черенки лучше сохраняются, чем маточные растения. И не занимают так много времени. Вот они, плектрантусы, которые сидят в полтора литрах. Смотрите, начали тоже уже, видите, выпускать свои фонтаны. То есть им достаточно и как большой объем, вернее, маленький, так и прекрасно в большом объеме они растут. Череночки можно брать любых размеров. Но я люблю маленькие брать череночки. Допустим, вот, видите, он у меня туда вовнутрь растет. Череночки берем те, которые вам нравятся. Или наоборот, например, хотите куст немножко подправить, не нравится. Убираем и режем черенок. Смотрите, вот у меня, вот почему-то растут они туда. Ну, ладно, сейчас мы возьмем вот оттуда череночек. Довольно-таки большой получился череночек. Ну, это летнее черенкование, весной, да, они поменьше. Но ничего, они очень быстро растут. И пускай раскущается дальше. То есть вот это вот все почти попрет сейчас расти. И будет пышненькое, хорошенькое. Нарезала я вот такой вот вагончик черенков. Совершенно все разные, смотрите, вот этот вот такой вот мощненький. Кто-то вот поменьше. Ну, разные-разные череночки. Также я приготовила торф с перлитом. Он такой легкий-легкий. И кассету. Я люблю черенковать в 54-ю кассету. Очень удобно тем, что ее потом черенок вытащил, когда он укоренился. И в 100-граммовый стаканчик. Удобно отправлять. Не надо много земли. Знаете, вот он, вот этот вот череночек укоренится. Потом его перевалить, он очень-очень быстро вырастет. Нет смысла отправлять много земли. Поэтому 54-й кассету, 100-граммовый стаканчик. Очень удобно. Также можно просто поставить воду. Поставил воду, буквально 3 дня, и черенок дал корешочки. Быстро дает корни. Но я не люблю через воду. Потом надо это пересаживать. Какое-то время они болеют. Это вот слезень покушала. Но ничего страшного, слезень покушала. Это не болезнь, от этого черенок не погибнет. Я укореняла разными способами. И в летний период мне понравился вот такой один способ. Сейчас я вам покажу. Сухой торф. Набиваю кассетку с сухим торфом. Ну вот как мы только размешали, воды еще не добавляем. Проверяем, чтобы он был полненький. Вот так. Так, заполнила кассету. И теперь я ее буду проливать обильно, очень-очень обильно, чтобы было прям мокро-мокро, чтобы вода прям стекала. Ничего не загниет. Почему не загниет? Сейчас расскажу. Промочили кассетку и ставим наши черенки. Просто ставим, обжимаем. Ну, в принципе, все, как и всегда. Что-то лишнее, вот мне не нравится, я уберу. И сейчас по сортам я их все поставлю. Лишнее. Можно и так воткнуть. Здесь есть почка, которая проснется. Она не загниет. А если даже из-за гниет, весь черенок от этого не погибнет. Просто потом уберем. Вот эти, видите, какие? Все, вот так. Если листочек какой-то подгниет, просто уберем листочек и все. Вот так. Итак, поставила я черенок. И зачем я так обильно поливала? Затем что? Я сейчас еще раз вот так вот пройдусь. Я не буду ставить ни в какие боксы. Я не буду надевать на саму кассету никакую пленку, ни мешок, ничего. Вот так вот я ее оставлю. В полной, полной тени. Вот вечерочком здесь немножечко попадает солнышко. Мне очень понравился вот такой способ. Вот видите, здесь водичка прям стоит. Она сейчас уйдет. Дня на три вполне хватит. Если вдруг у вас стоит жара, просто сверху поливизатором побрызгали водичкой и все. И пусть они стоят, укореняются. Так же, как и все остальное, где-то в течение недели они укоренятся. В воде быстрее укореняются. Дня три прям корни дают. Но еще раз повторюсь, я не люблю этот способ. И потом крепнут и начинают расти. И все, можно их уже отправлять. У меня сейчас есть такие черенки, которые именно так укоренились. Вот они, эти черенки, которые так укоренились. Здесь еще не так много корней. Но главное, что они есть. Не хочу выдергивать. Выдерну, покажу. Вот они, корешочки. Сейчас обратно засуну. Главное, чтобы они есть. Теперь пускай они обвивают нашу эту ячейку. Все, в стаканчики перекидываем. И можно отправлять. Вот такой вот у меня красивый сорт есть. Вообще обалденный. Вот такой вот тоже очень красивый сорт. Вот этот, кстати, тоже новый сорт. Какой еще, какой еще. Ну, этот у меня был. Вот, видите, о чем я говорила. Если подгниет листочек, сам черенок не сгниет. Вот он целый. Просто выдернула вместе с ним. Вот он дает корешки тоже. И этот потом он легко оторвется, когда он сам отгниет. Так, сейчас его отрежу. Вот. И все, и он начнет расти. Как раз покажу, почему я не люблю воду. Вот, смотрите, вот так вот воду поставили. Потом мы с вами пересажим. Видите, корешочки надо как-то, ну, туда положить. Так, как им не было удобно. Изначально они стали выпускать корешочки. И росли так, как им было удобно. А мы сейчас сложим так, как у нас получится. Поэтому я не люблю через воду укоренять. Ну, вот и все. Наверное, принцип весь понятен. Такие красивые ампеля, цветы. Я считаю, что должен быть в каждом дворе. Если кому-то надо... А, главное не сказала. Боятся люди покупать этот клещ. Ну, во-первых, на улице клеща практически на нем не бывает. Но это тоже обработать можно. Клещ есть на всем. Надо просто обрабатывать. А зимой самый главный враг – это тоже клещ. Обработка, обработка, обработка. Будете обрабатывать от клеща, вы спокойно сохраните свои ипомии до следующего сезона. Клубень она не наращивает. Клубень наращивает только зеленая ипомия, которая самая-самая длинная. Да, она наращивает клубень. Здесь есть клубеньки, но они до такой степени маленькие. Ну, как бы, можно сказать, что их нет. Поэтому методом черенкования ждать клубень, что вырастет, и с клубней опять начнет черенковать – нет, не получится. Методом черенкования. Вот, допустим, у нас это все зачеренковалось. Мы с вами пересадили. Вполне хватит 200-граммовый стаканчик на зиму домой забрать. И с него же опять так же черенкуем. Он дает новые поры специально опять черенкуем. Будет много ипомий, а их много не бывает. Всем пока-пока.